Но что хочу сказать, то есть сейчас я вам покажу Я просто забежал в группу Антона Парина Чекнуть его студийные записи, именно студийные То есть не плейтру, где реально там видос, а именно студийки И там просто крах То есть там просто лютый крах, человек абсолютно не попадает в барабаны Просто возня, мотня, хлеб и так далее То есть я на самом деле свои предположения, то что человек виртуоз Построил именно на таких вот видосах, где он сидит там на вебку, жарит штрихом что-то Но когда начинается работа с барабанами, там реальная шляпа Я сначала думал глянуть какие-то видосы такие, как бы, ну живые Но там, конечно, просто, просто труба Сейчас вам покажу какой-нибудь пример Бенды половина мимо И так далее Но это опять же не серьезно, потому что, ну все-таки это видос Поэтому посмотрим именно немножко студийки То есть где реально там можно было переписывать, переделывать Что-нибудь с трефочками, допустим То есть все получается дабл-трек, получается кривой сразу же Хлебчанский Все мимо барабанов, все дикая спешка То есть сразу же плывет внутридолевая То есть все мимо барабанов, как обычно Опять же, для сравнения, я могу просто простейшую вещь открыть Допустим, ту же самую свою пахлаву, которая не студийка, а именно живая То есть это именно сыграно камеры И сейчас вы увидите, как просто как каток раскатывает Просто какую-то несчастную жалкую улитку с треснутым панцирем Поехали Вот так попадают барабаны Которая не студийка, а именно живая То есть это именно сыграно камеры Живая, 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 живая И вновь я всех приветствую, и в этом видео мы дадим окончательный ответ на вопрос Использует ли Фред-гитарист фонограмму своих видеозаписей Для этого я проанализирую аудиодорожку одного из самых популярных треков на его канале А именно бахлава на снегу Которая не студийка, а именно живая То есть это не сыграно камеры Нам нужно выяснить, были ли они сыграны дважды Либо это копии одних и тех же дублей Для этого мы наложим одну часть на другую Поменяем в одной из них фазу И послушаем, есть ли в них полностью одинаковые элементы Гитара пропала Это значит, что она была скопирована Из предыдущего дубля Которая не студийка, а именно живая То есть это именно сыграно камеры Этот трек подвергался редактированию Поэтому ответ на вопрос Использовал ли Фред по нерву данном треке? Да, использовал По крайней мере, для этого маленького кусочка Это абсолютно точно То есть я думаю, что, блин, короче Здесь дальше обсуждать нечего Это на тот случай, когда человек с группой Замодействовать не может То есть он более-менее что-то там покачал пэше Но когда начинаются какие-то вибраторы, интонирование Все мимо Сразу как только начинаются какие-то попытки Сыграть Кутревчанский Сразу хлеб Все мимо барабанов Но еще раз говорю Потом я устрою тотальное потрошение То есть я реально прям соберу И с такими посекундными отсечками покажу Как человек работает с барабанами То есть сравнивать эту работу как бы с моей Это смешно То есть он в этом плане находится на очень низком уровне Использовал ли Фред фанеру в данном треке? Да, использовал Но, как вот тот человек, который он вначале показывал в комментариях Он считает то, что рано или поздно, возможно, Антон научится Может ко мне на уроке запишется Может еще кому-то А может он запишется, кстати, к Ване На тему всяких выравниваний нот, двиганий и так далее Потому что пока студийная работа на дне Использовал ли Фред фанеру в данном треке? Да, использовал И потом я ему запишу уже нормальное потрошение Где будет понятно вообще Насколько же с голой жопой этот король Все, всем удачи и пока Да, использовал Абсолютно та же самая ситуация, что и с треком Пахлава Что и с треком Каждый сам И теперь в копилку Покажу, как человек работает с барабанами То есть сравнивать эту работу как бы с моей Это смешно То есть он в этом плане находится на очень низком уровне Не совсем честных поэтру Добавляется песня Без тебя Фред гитарист утверждает, что это случайность Это он что-то там подмахнул при редактировании И что-то такое вот он рассказывает Ну да, один раз может такое произойти Что случайно что-то подмахнул Два раза тоже, но три раза Ну да Понятно вообще Насколько же с голой жопой этот король Все, всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok